Точная узбекистонглокшатама Делик берды, ищи бор в ватанных условиях Симурак Олзе, где келдик? Блабла, уже ищи борщицы, да? А сейчас, в общем, какой объем, ну, масштаб Катанолы кридают, маска только к чьей Тоже хочется сделать приятный Пащай, пащай, мать, сэккэзинчэ март То есть работа очень много Видеоролик, что, нечто одам келли, так меня Сэксэнг якэн одам келли, да? Сэксэнг якэн, да? Видеороликам якса из штаташки Нас это мне хорошо, гражданин Молы вот это поездка? Симурак Молы сразу же не наруши, не наруши Что здесь можно сделать? Лег masih подошлая. Угу... Блэлли это, как говорили? Вовремя келли? Нас это рекламу. 15-20 кадры проходил больших ватанных, да? Сохритом яксэнг яксэнга, Вианяксэнгэя. В 농ч trailer было? Плю вақыты да? Да. Та. Серьёзда? Пусти. Серьёзда, да? Прога lit. Строю каламат пустой. Строю каламат буркен. Детский буркендар был деппет. Каламат терпе был деппет. Наталит, что-то después, gear на сейт-пере. Буркендар был деппет. Я вне сейт-пере был деппет. Ты был деппет, когда избежал буркен. Чунадиган, Бладиган, Курадиган. Специалисты по электрике. Сантехник, крышечки, облицовки, клатчик, кафильчик. Все, все. Все, все, все. Мы будем готовы к борщу. Кошмар. Кошмар, я не могу. 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 Кошмар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 оплата каким она бывает по разному почему то что бывает что у нас работают этаж закрыли деньги получили а этаж закрыли это грубо говоря я вам объясняю почему потому что но это действительно те ребята те бригады которые действительно работают то есть работа отвечает да то есть мы пришли мы же сам тоже прежде чем нам сдать мы дадим застройку мы сами принимаем вот николай ходит принимать я хожу принимаю тимур тоже приезжает мы все принимаем их не работу проверяем как они сделали после этого уже мы рассчитываем к ски и рассчитываемся то есть но аванс и всегда даем но покушать то есть люди без денег не сидят то есть покушать продукты мы им покупаем то есть садится человек бригадир полностью едем в магазин то есть новая бригада когда приедет у них одежда у них и жилье у них инструменты у них все и будет все будет для начинания для начинания а потом же какой-то объем закрыли расплачивается хорошо мы просто раз приехали сделали видеоролик допустим это месяц назад был до если помню вот как вы сказали сейчас выйдем и отзывы да спрашиваем как приехали им нравится или нет вот будем спрашивать это сможет и по времени сколько дать до и сейчас да да сколько опыта работы как будет интересно тогда кеттик весна мара девайк каскаларды и тигарды киолды кутуру строй кончекер боряпы с тимураген обр чунтер сезда видеоролик чекананки не что у дамки или так заяк в ролик 80 до сих пора взорвая обрезала в магазин 80 до сих пор москва один раз зимой один отряд один отряд где ты? Другие там. Ух ты, которые в этом случае будут выразить. выразить в том, что вот, вот, это вот и есть кайминчик, кто-то, на этот момент, «Пытапны», каждые 2-карту, актамин, например, 1-2 кварта, а затем 3-4, а затем 3-4, а потом 3-4, Большое и масло, это до 5 кг, это до 7 кг, это до 12 кг, мы от�им в 13, до 20 кг, это до 7 кг. Существовал и до 7, до 7 кг. И broadcasting с наконец счастливым. Существует немного с очень сложным, но еще немного с удовольствием. У нас есть два кг рау, а на 100 кг и с 3 кг. Озбором. Что за славу? Это шпаклевка, краска, плитка, армстром. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое, а в поле. Я не знаю, что это такое. Это фасад. Это фасад, где обратится к там. Я уже с acts в центре. У меня есть 2 метра. Я не ездил, но я не ездил. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Но в основном это только только турки. Это только турки. Это и внутрин, и делка. Как вы говорите? Всем привет, Архит. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Говорю Лифтеры были арты. Баренья по бредник, айол были арты. Лифтеры. Здравствуйте. Как вы делаете? Как вы делаете? Как вы делаете? Как вы делаете? Мы делаем и бросим. Как вы делаете? Как вы делаете? Брюс, нет. Вы делаете небольшие месяц. Я не хотел. Нормально, сколько? Я хочу делать 2, 3. Я хочу делать. Как вы делаете, чтобы было маленько, А будем, чтобы было маленько, кто-то мы перимали, Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 После декабря, января, февраль, вот этот весь квартал, вот сейчас видите, идет полностью планировка, здесь будет детская площадка, ну и все выпить. Можем, давайте поднимемся на второй этаж. Сыракова. Сыракова, где-то в Брау и Коль. какой-то хорошее? что то, какой-то... и орохошее сujду как мы осуществляем встал ну,е? нет, серьезно? серьезно, да? что так? ебанная и яблоко мы планируем это что-то в жизни да, молодое время Это шпаклёвка, вот стартовый вариант получается у нас, вот на первый слой, выравнивающий он идёт Ага, это первый слой, да? Да, это первый слой, потом у нас пойдёт латексный, всё потом шлифуем, всё это делаем машинками, шлифуем и красим также аппаратами Потом у нас идёт ещё декоративная покраска здесь присутствует После декоративной покраски у нас идёт уже Амстронг полным ходом, мы будем закрывать уже Амстронгом И сапожки ещё остались здесь на плитке Вот, так что работы всем хватит, добро пожаловать к нам, как бы, делаем масштабно, всю работу у нас именно масштабно Также побеждаем участников, участников, берём ещё новые объекты, вот, как бы, кто желает с нами поработать, приезжайте, будем рассматривать Особенно с нами, Иди, нахерidisка, Уже, не смысла, здесь маленький, Иди, сумма с нами, Я думаю, что они делаем, Капитеры, 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 Кириоуна, кириоуна? Кириоуна, кириоуна. Питер, кириоуна. Питер, кириоуна. Питер одненуэно для дома у вас какого? В бюро пилиоуна, Тауфина на етек, Я берём еще большее, Но если вы не даймете, Но мне нужно оставаться яркий механизм с просто грузовым киевым. А потом лопает работать такой мелодии и шансов. Будем проявляем эту татуировку. Субтитры делал DimaTorzok 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 с «Халий Фуатканом», под фасадом, сайт «Технического отечения», инструмент «Технического отечения», «Крышес przy manage circuits» «Сокол» Это высота обеих味? институт. Мы сейчас делаем работу, мы делаем работу. На ней мы нашли маленькую лечи. Музыка где-то поездок Здравствуйте, Сергей, расскажите о вашей компании, сколько вы на рынке уже, и чем связывает Тимура с вами? Компания «Урал Интерьер» на рынке 19 лет, но обособленный филиал в городе Уфа у нас только третий год. Мы развиваемся, растем потихонечку, знакомимся с замечательными людьми, сотрудничаем, дружим, и стараемся всячески привлекать, помимо клиентов на продажу, мы еще как предлагаем работу. Если у нас покупают товар, значит, им нужно где-то что-то сделать. Если у нас есть такие друзья, как, допустим, Тимур, компания, мы предлагаем, соединяем друг с другом и работаем тем самым. Здесь вот в данный момент сейчас у нас сотрудники отсутствуют, отдел производственно-технический сидит, они ведут расчеты по всем начальным на стадии проекта работам, то есть обсчитывают проект, дают аналоги, замены, что можно удешевить где-то, да, и дают свои рекомендации, и в дальнейшем уже можно любые вопросы задавать и ввести. А сейчас какими брендами работаете? Ну, на данный момент, получается, вот мы находимся в доме, это техно-рум КНАУФ, в России это самый первый такой проект идет у нас созданный, да, здесь все технические решения от КНАУФ показаны, все узлы, детали, да, инструмент продает, мы единственное в Уфе, да, КНАУФ тоже очень с нами хорошо сотрудничает, дружит. Также мы представляем КНАУФ, компанию, ГИФОС, если по штукатуркам, так, ну, инструменты, бренды, в принципе, все, как у всех, наверное, да, все основные контракты, да. Вот мы большой акцент делаем, как бы, на оборудование, которое мы предлагаем в аренду, да, и на продажу, и в аренду предоставлены людям, причем ценники. А что за аппарат это? Ну, это штукатурная станция фирмы ПФТ, немецкая, да, как бы, ну, очень надежная, если сравнивать с Жигули и Мерседес, это Мерседес, да, это Мерседес, да, да, ну, я думаю, профессионалам не стоит объяснять, как бы, да, принцип у всех одинаковый, единственная надежность, машинок разная, да, бывает подешевле оборудование, но менее надежно, быстро ломается. А сколько стоит это? Ну, эта машинка стоит в районе 600 тысяч. 600 тысяч? 580, да, тут все от комплектации. То есть служит, как, обслуживается или как это будет? Гарантия дается на это, да? Гарантия, да, все от завода-изготовителя дается, плюс все расходные материалы у нас обычно на складе представлены, да, ну, и, в принципе, в основном меняются только расходники. Если какая-то вещь выходит из строя, ну, наши специалисты выезжают, у нас есть представитель, который при подключении присутствует, при сдаче и обратно, когда забирают, да, то есть, ну, в принципе, все... Еще вот расскажите, да, вот здесь стол, стулья, проектор. Здесь у нас, так сказать, демонстрационный зал, где представители различных брендов по материалам приходят, рассказывают о своих новинках, о преимуществах их материала, да, ну, здесь, в частности, по КНАУФу указаны, как бы, все вот эти дела, как штукатурить, да, все на каждом этапе, все прописано, как нужно сделать все именно по технологии, да, потому что, если нас будут дать технологию, любой материал, в принципе, даже самый качественный, может оказаться, ну, плохим, так скажем. То есть, людей тоже обучаете, как работают, да? Обучаем, приглашаем обязательно у всех застройщиков, мы, ну, отдел ПТО всегда практически кто-то кого-то присылает и обучает, потому что, понятно, что в строительстве в основном профессионалы там работают, да, но новые тоже ребята приходят, и мы с удовольствием всегда приглашаем, как бы, да, уговариваем даже, поэтому... После того, как здесь происходит обучение, обычно у нас есть еще здесь испытательный полигон, там уже пройдем, там уже показывают, как ложится штукатурка, как она себя ведет, и что на выходе в итоге получится. А можем туда тоже, как бы, пройти и показать, потому что интересно, да, вот эти моменты? Блин, в принципе-то вроде все. Блин, в принципе, все. Тихо забирает шаттер. Шин 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 шин. Это наша база получается, да? Основной материал хранится внутри. Здесь на улице хранится то, что мы в принципе не портится, не боится сырости. Ну, как бы масштабы сами можете оценить, да? То, что 2 гектара база. Сейчас уже пройдем внутрь, посмотрим более там детально. Вообще, говорю, складской запас у нас приличный, солидный. Если по Уфе судить, таких фирм очень мало. Может быть, по масштабу, да. Может быть, пару фирм в Уфе таким складским запасом обладает. Отсюда, да? Да, да, да. Тут, видите, гипсокартон, смесь, утеплитель, линолеум у нас. Персонал складской у нас тоже. Откуда привезут столько материалов? Ну, у нас здесь есть железнодорожный тупик, получается, да? Ага. Где вагонами мы заказываем. Прям вагонами приходит? Да, вот штукатурку заказываем вагонами, она так дешевле, получается, да? И уже по объему сразу много можно привезти. Вот. Здесь уже происходит выгрузка, и потом уже... А прямо сюда приходит вагон. Да? Ага. Получается, все, что успели, то, что не успели выгрузить. Ну да, ну различные здесь товарки. Утеплитель рулонный. Да. Объемы поражают. Вот еще. Весной бы были, видели бы тут вообще, что тут много было. Сейчас просто уже, ну, конец сезона какие-то еще распродали. Какие-то... Сейчас основной будет кафели, вот то, чтобы... По внутренней отделке, да? Кафель, гипсокартон, краски у нас отдельно стоят. Там есть склад, да? Плюс мы, получается, сами колеруем оборудование. У нас колеровочная машина есть. Кавировка, она абсолютно бесплатная только за материалы. Поэтому, ну не знаю, все, в принципе, склады, они однотипные, похожи друг на друга, да? Да, везде. То есть просто оборудование, разный товар лежит. Здесь штукатурка, чтобы далеко просто от этих не возить. Там, я говорю, линолеум, утеплитель частично есть. Краска. Прямо машина сюда подходит, выгружаете? Да, видели то, что складов там номеров много. Получается, в зависимости от вида товара машина подъезжает, загружаются погрузчики. Ну и складской персонал у нас, ребят, очень много. Все быстро... У нас, по крайней мере, очередей нету. Других фирм там стоят по 30-40 минут, как бы, да? Здесь все быстрее, да? У нас, ну, мы стараемся, как бы, да, сервис... Предоставлять, с доставкой делаем свои. У нас, получается, машины есть, которые мы, ну, тоже нанимаем с транспортными компаниями, работаем, но они у нас постоянно. По звонку при оформлении менеджером сразу, там, подъезжают 5-тонники. Ну, от полутора тонн до фуры, до 20 тонн, получается, да? Поэтому, понятно. В принципе, говорю, год из года мы наращиваем объем и растем, да? Ну и, естественно. А сейчас именно вот какой объем, ну, масштаб на месяц, допустим? По деньгам имеете? Не-не-не-не, по масштабу, допустим, берем шкатурку. Сколько? Тонна. Ну, вот, КНАУФМН мы завезли последний раз, 6 вагонов, да, Дмитрий Алексеевич? Да, в среднем мы храним где-то 150 тонн. 150 тонн. Это минимальный запас 150 тонн. Максимальный запас – это 600-700 тонн. Когда что-то с машиной произошло, не дай бог там погодные условия, они, естественно, клиенту не могут ничего предоставить. У нас всегда складской запас есть. Всегда есть, да? Конечно, оно бывает, что со склада чуть-чуть дороже там, да, отгружается за счет транспортных расходов, но, по крайней мере, всегда в наличии есть, можно приехать и так, и так забрать. Кому-то же фуру не нужно, берут уже по чуть-чуть. Думаю, сейчас покажем, будем летать, да, вот объем покажем, большин. К квадрокоптеру они хотели, получается. Ну, сейчас пройдем к генеральному директору, обсудим все вопросы интересующие. Ну, так сказать, в теплой обстановке расскажет о нас более подробно. Все. Ну, здесь выставочные образцы продукции. Ага. Так, по чуть-чуть от каждого бренда понемногу. То, что у нас, в принципе, в ассортименте есть. Но, на самом деле, ассортимент еще больше. Все невозможно просто выставить, да? Это как шоу-рун для покупателей, да? Да, на подоле. Можете вот сюда пройти. Угу. Противопожарные двери, керамогранит, профнастил, утеплители. Утеплители. Да. Ну, все водосточные системы. Забота. Ограждения, да. То есть, здесь показано, для какой конкретно там, куда конкретно применяется уже материал, да? Ага. То есть, ну, чтобы можно было потрогать, пощупать, так скажем, да? Там, если вот, как структуру камня можно было прям это ощутить. О, очень. И без зеленики никуда. Образцы линолеума тут тоже различные, как бы, есть. Там тоже дальше. Пойдем посмотрим. Линтуса, штукатурки, цветовая гамма тоже все потрогает, пощупает. Ну, вот наши бренды. И плитонит, как бы, да, по краскам тут все, по ламинату. Ну, как бы, ассортимент вроде... Даже обои. Обои, да, тоже различные под покраску. Ну, в основном, сегмент для строительства идет. Как бы, для розничного покупателя у нас таких вроде мы не держим, потому что оптовая компания рассчитана больше на строителей. На объем. Да. На объем. То есть, ну, и сантехника вот тоже присутствует. Значит. Большой выбор красок. Мы сотрудничаем с компанией Текурила. Угу. Как бы, еще раз повторюсь, у нас колеровочное оборудование, да, есть. Мы сами колеруем. Как бы, ну, ассортимент стараемся тоже поддерживать для всех видов работ практически. Делаем визуализацию, как бы, для клиентов, да. То есть, клиент может осязать только стены, смотреть, да. Так мы делаем в программе, берем планировку, делаем в программе визуализацию, цвет все согласовываем, да, и показываем, как это будет выглядеть на самом деле в дальнейшем уже, да. И наши ребята приезжают, делают выкрасы для того, чтобы можно было прямо воочию заказчику посмотреть, потрогать, на истираемость испытать, да. Ну, и после этого уже утверждаем и делаем все это дело. Ну, круто. Поэтому. Ну, ручной инструмент все вот эти приспособления тоже. Это у нас отдел ИЖС, рассчитанные на небольшие компании, которые занимаются тоже отделкой в основном, да. То есть, это многоквартирный дом построили, жильцы нанимают небольшие компании, они делают. Вот это в основном отдел более розничной, так сказать, продажи. Вот. Ну, это наши сотрудники, все тоже в масочный режим, все ограждено. Поэтому дальше пройдемся. Здесь все, наш любимый КНАУ, да, представлен. Поэтому. Там у нас отдел промышленного гражданского клуба, часть строительства, где вот как раз непосредственно оптовые продажи для строителей, да, все происходит. Ну, здесь небольшое помещение. Место для посетителей. Ага. Так как сейчас проходить нельзя. Ага. Карантин. Да, карантин. Ну, здесь менеджеры сидят, общаются с клиентами, оформляют получается все заказы. Ну, идем теперь к руководителю пройдем. Ага. Ну, комната для переговоров здесь есть. Здесь наш фирменный стиль получается, да. Сейчас он немного видоизменился. Здесь у нас отдел, который работает с магазинами небольшими, которые поставляют, ну, такие сельские магазинчики, так скажем, да. У них тоже там ценовая политика немного отличается, как бы, от нашей. Здесь розничный. Ну, он для небольших магазинов оснащается тоже товарами, да. Розница это вот внизу была, получается. Здесь у нас снабжение, ну, и вот кабинет нашего руководителя. Пятановый тревянный, у нас кто хочет. Можно, да? Да, идут. Может, сходится. Нет, проходите. Геннадий Вениаминович, добрый день. Здравствуйте. Наши гости с северной столицы. Да, из Питера. К вам. Геннадий Вениаминович Ривкин, руководитель нашего обособленного уфимского подразделения. В принципе, показали мы все наши владения. Рассказали, ну, так, в общих чертах, чем обладаем, каким потенциалом, да, в области поставок. Масштабы проверяют вообще. У нас идея-то в чем? Присаживайтесь. Я бы хотел видеть, и, наверное, так оно малого-сайд будет, чтобы у нас были дружеские, партнерские отношения. Мы со своей стороны, обладая каким-то определенным ресурсом, будем помогать находить объемы. Будем учить ребята, которые будут приезжать. Будем учить, совместно с производителями, ведущими, такими как КНАУ, БЕРГАУ, ЦИРЕЗИТ, ТИКУРИЛА. У нас на нашей базе есть представители этих уважаемых компаний, которые могут и обязаны обучать клиентов даже у нас в планах выдавать сертификаты. Вот, допустим, прошел курс обучения, и мы выдаем сертификат, что такое-то, такое-то может работать по технологии такого-то бренда, значит, вот сертификат. И специалист уже? Уже специалист. Во-первых, у него есть диплом. Он даже при приходе на работу какую-то другую, он может сказать, что он прошел обучение по такому-то курсу, он знает, как штукатурить, как шпаклевать. Не просто как его друзья научили, а как его научили специалисты. Даже у нас есть вот у КНАУФа, у БЕРГАУФа есть учебные центры. Это по желанию. Ребята, если кто-то хочет в дальнейшем обучаться, мы можем их отправлять в этот учебный центр, где они могут дополнительно пройти обучение, получить сертификаты уже более высокого образца и смогут уже работать на более высокооплачиваемых каких-то работах. А можно здесь задать вопрос? Это обучение платное или бесплатное? Если мы отправляем своих партнеров, самых лучших, в принципе, мы можем отправлять как поощрение и бесплатно. Совместно с их работодателями. В принципе, такая программа есть. Потому что это и в наших интересах. Если люди будут лояльны к нам, значит, они будут нам помогать продвигать нашу компанию, а мы, в свою очередь, будем помогать продвигаться и обучаться нашим клиентам. Потому что сейчас просто отношения ты продал, ты купил, они не работают. Потому что сейчас можно выжить в наше тяжелое время только вместе. Я помогаю вам, вы помогаете мне, мы вместе идем по жизни и друг другу где-то выручаем. Если, например, где-то по цене за стоимость работ не проходите, я могу дать скидку на материалы. Ну, чтобы в целом материалы плюс работа была цена конкурентна. Вот к чему мы идем. И мы должны прийти, что у нас есть в своем штате, мы делаем дизайн-проекты, мы помогаем обсчитывать свои обмерщики, помогаем обсчитывать объемы. Мы предлагаем аналоги, например, если заходите на объект и понимаете, что материалы какие-то там заложены, они дорогие, а ничего не зарабатываете. Мы можем предложить альтернативные материалы, которые не хуже, но которые дешевле. Потому что вы же прекрасно понимаете, можно прийти в аптеку, купить одно и то же лекарство за 5 тысяч рублей и за 500 рублей. А то же самое лекарство также и строим материалы. За бренд переплачиваем, за какие-то еще вещи переплачиваем. А мы, в общем-то, понимая, что есть аналогичные материалы, можем дать выбор. Можете попробовать это, можете попробовать это. Пересогласовывать тоже помогаем. И поможем согласовать. В этом и заключается помощь друг другу. Строители и поставщики материалов – это одно единое целое. Если друг другу не помогать, выжить невозможно. Поэтому вместе можно сделать большие дела и увеличить и объемы, чтобы дать зарабатывать людям и заработать самим. Потому что альтруисты, конечно, бывают, но я считаю, что должны все зарабатывать. И тогда будет всем счастье. Вместе сильнее. Вместе мы победим. Конечно. Ну, в принципе, думаю, достаточно. Ну, как бы все ответили уже на все вопросы. Поэтому мы очень рады, что у нас с нашими партнерами появились такие ребята. Креативные, современные, с которыми действительно можно делать какие-то интересные новые проекты. Потому что они заинтересованы. Я вижу, что у них глаза горят. Я вижу, что они порядочные. Я вижу, что не было ни одного случая, чтобы сказал и не сделал. В наше время это ценится очень сильно. Согласен с вами. Для меня это первый показатель. Человек, слово не расходится с делом, значит, ему можно доверять и ему тоже хочется сделать приятное. Поэтому Алаберса дальше будет не хуже. Дай Бог. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Приходите. Всегда вам рады. Будем делиться какими-то новыми своими идеями, наработками. Совместными. Супер получилось. Спасибо. А вы заходили к нам в центр? Да. А теперь на ютюбе смотрите, да? Весь склад засняли на дроне. У нас, кстати, очень много еще надо будет. Мы же только открылись. Мы же молодые. Компания молодая. Поэтому тут ситуация какая. Очень много совместно можно сделать. Во-первых, на базе нужно привести в порядок много чего. И, может быть, сделать какую-то... Вот у меня была идея, она и есть, я предложение. Здесь предоставить место, чтобы мы находились вместе. И строители, и поставщики материалов, и склад в одном месте. Чтобы человек пришел и... У него все было, да? Весь комплекс ушел. Да. Весь комплекс. Весь комплекс. Как вы выясняли. Как вы, вы понимаете? Как вы, вы понимаете? их и добычных сил. Мы самые дорогие, мы с Кертибургом, Костя, сейдл왔, Буфа, не уфа, не уфа, уходится в Тожкен, сбор, уфан, байрау, уфан, кудышу не то. Что происходит? Огромная копия, сейчас, Я знаю, что мы их выдержали, и мы ее заканчиваем. С новым этими пищей, они заканчиваются в этом душе. С вами был я, для тех пор я и стою. Да, конечно, и тогда нам дом у меня на самом деле. Я выдержал как отказать, но это не так. Я не понял еще, я иrac salir, потому что я ищу, я ищу в последних недель, что я еще не буду сахарии. Я ищу, тут я не буду сахарами, чем сахарами. Я ищу в последнее время сахарами, недовольнее всего. Я сахарами я ищу в моей голове. Газынбосы, мы с днем кафе, мы с днем кафе. Поэтому, это Газынбосы. Рахматия на 1 марта, я вамажу вам. Савваыласы. Субтитры сделал DimaTorzok